Привет друзья и подписчики, я снова выхожу на связь с берега реки Тулицы, как вы знаете в нее сбрасывают канализацию, непонятные и плохие люди. И вот сейчас подморозило, вроде немного растаяло, подморозило, я приехал посмотреть на там где ручей впадает в реку, стал ли он больше или меньше, как он вообще. И как ни странно, заметил, что он стал гораздо меньше чем был, то есть такое ощущение, что какой-то большой потребитель ресурса перестал его сбрасывать в реку и стал сбрасывать его куда-то еще. То есть вот с учетом того, что здесь вот он раздваивается, но явно он течет гораздо меньше чем раньше, где-то раза в два. Соответственно, захотелось нам пройтись по берегу ручья, к его истокам и посмотреть, кто же все-таки гадит в этот ручей, то есть и почему он как бы такой большой. Ну и как вы знаете, мы тут с представителями администрации Зареченского района проходили, делали обход, но они не заметили здесь никакой каналии. Даже бумагу нам выдали официальную по результатам нашей прогулки вдоль ручья, то есть тут перечислены проезды, улицы и администрация за подписью Щербакова самого утверждает, что никаких канализационных сбросов в ручей не выявлено. Ну, то есть администрация утверждает, что канализация течет откуда-то, значит, сверху, выше этого места. Мы поднялись выше даже улицы Кобзбева, почти прошли до проспекта Октябрьского и нашли действительно следы экологической катастрофы. То есть какие-то разрытия, куча мусора, куча земли и вон оттуда спокойно течет канализация, то есть вонь стоит жуткая. Видно, что там что-то искали, что-то чинили. Крестиком отмечено место, вот где была эта авария и синеньким отмечен ручеек, который оттуда утекает. Если верить карте, это Октябрьская 221-3, жилой комплекс Премьера. В соцсетях указано, что у них было устранение вот этой катастрофы 15 февраля, что до этого несколько дней приезжала по одной машине, что-то искала, а затем приехало их сразу много, с трактором вместе, вон, 4 штуки, и что-то там ночью рыли и устраняли. Ну, соответственно, мы видим, что все они устранить не смогли, что так канализация и течет, и более того, ну, да, ручей стал меньше, часть канализации они сделали, чтобы вот сверху осталось только, там, немного туда давит наверх. Но в целом, видимо, проблема не устранена, и проблема вообще достаточно странная. Дело в том, что вот эта канализация, которая там залегает, она же, ну, исторически там была, значит, она на достаточной глубине залегает относительно новых домов. А новые дома стоят на насыпном грунте, то есть они заведомо будут выше, чем любая старая канализация, которая в этом районе была. Ну, и тем более, они на горе стоят. Соответственно, проблема тогда в чем? Почему все хлещет? Что либо объема пропускной способности старой канализации не хватает, чтобы принять все стоки с домов, либо эти дома выполнены как-то очень неправильно, то есть что-то в них допущена какая-то проблема, что почему-то сток с них нельзя принять. Вот мы видим, как высоко они стоят относительно этого места. То есть совершенно понятно, что если дома на насыпном грунте, то как в них может взлистать вонючий ручей? То есть значит, это просто какой-то перелив постоянной канализации во все остальные системы. То есть что там творится на площадке этой внутридомовой, что там в подвалах творится, это остается только гадать, почему столько хлещет оттуда вниз всего вот этого. И при том, ну вонь стоит такая, что никаких сомнений нет, что это такое. Поэтому, вот, кстати, видны следы из колодцев, там что-то хлистало наружу. То есть там какие-то постоянные катастрофы. Девелопер, новый город я посмотрел, это строил. У него, кстати, на территории стоит какая-то насосная станция, какие-то непонятные то ли септики, то ли отстойники. Ну, в общем, удивительно совершенно они построили этот новый дом. То есть всего скорее они сделали какую-то большую ошибку при производстве дренажной или фекальной канализации. То есть она у них почему-то получилась очень глубоко. Им приходится ее перекачивать куда-то наверх. Соответственно, вот она труба выходная и труба, мало того, что там бумажки туалетные, полотенца плавают, но труба еще и заилина наполовину. А как может быть труба заилина? То есть либо там течет огромное количество фекалий, и они заиливают, либо там идет буд, и он засыпает трубу. Но это говорит о том, что вы полностью неправильно сделали слои укладки песка, укладки геоткани. То есть дренирование у вас из вашего насыпного грунта идет неправильно. И этот девелпер Новый Город еще строит вертикаль. Жилой комплекс, опять же, эконом-класса, где безумное количество квартир маленьких, которые весь тоже стоит на насыпном грунте. Но если там они сделают то же самое, то есть также сделают вот эту дренажную канализацию, фекальную, то эти же дома просто будет такой же ручей точно течь куда-нибудь там в сторону Голубого Огня или в сторону Монастыря Мужского в Щегловской Засеке. То есть ровно такая же катастрофа ждет и Криволучинский пролетарский район из-за вот этого девелопера Новый Город. И посмотрим, как там власти отнесутся. Будут ли у них также фекальные ручьи течь, будут ли они их замечать. Ну, кстати, есть ноу-хау для властей Заречья. Можно же вот поле фильтрации проложить между 6 и 13 проездом. Полно места. И вы выдали новому девелоперу участок под застройку Баташовского сада. И все, канализация течет к нему. Ну, это же дико, когда плохой девелопер отпускает канализацию в сторону хорошего. И вот такой вот ручей течет к новым домам, к экологически, типа, чист. КОНЕЦ Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите в комментах. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok